Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Федор ТВ и сегодня у нас рубрика Алиэкспресс. Год назад я заказывал смартфон Xiaomi Redmi Note 5, тоже с Алиэкспресс. Телефоном был очень доволен, я и сейчас не доволен. Данная съемка ведется на Xiaomi Redmi Note 5, но время идет, прогресс технический не стоит на месте и я решил заказать Xiaomi Redmi Note 7. Собственно его обзор сегодня мы и будем смотреть. Коробочка у Xiaomi 7 чуть-чуть повыше, а так в целом все одинаково внешне. Смотрим внутренности. Xiaomi Redmi Note 7. Камера 48 мегапикселей плюс 5, двойная. Дисплей 6,3 дюйма Full HD, процессор 660, аккумулятор 4000 мАч. На Xiaomi Redmi Note 5 было дисплей 5,99, камера 13, аккумулятор 4000 и процессор 636. Убираем пятерку в сторону и давайте смотрим саму коробку. Это также глобальная версия. Коробочка пришла в идеальном состоянии, не мято, ничего. Давайте вскрываем. Здесь у нас лежит чехол. Силиконовый чехол. Это такой подарок от китайцев, за что им очень большое, огромное спасибо. Вот такой вот чехольчик. Все тип-топ. Далее. Сам смартфон. Задняя стенка у него зеркальная. Такое ощущение, что я держу в руке iPhone, например, десятку. Такой вот классный смартфон. Но сейчас мы к нему еще вернемся. Далее у нас идет кабель Type-C. Наконец-то китайцы сделали нужную вещь. Вот Type-C. Вам будет не видно, но я потом увидите в обзоре. Так. И зарядная на 2 ампера у Xiaomi Redmi Note 5. Зарядная была с таким русским переходником. Здесь все четко. Одно. Так. Из минусов. Ну, этот, скорее всего, придирки. Здесь уже нету скрепки. Это вот, чтобы воток сим-карты достать. Нету наушников, но их не было и в пятерке. Вообще, наушники Xiaomi в коробку, в комплектацию не вложат. Они у них как бы дорогие идут, не знаю почему, но это было бы приятной вот такой неожиданностью увидеть наушники в комплекте. Смартфон. Пленочку я убираю. Ну, он чуть... Нет, он такой же, как Xiaomi Redmi Note 5. Он почти такой же. Может чуть-чуть повыше. Хотя нет. Здесь дисплей... Как бы... Большой дисплей идет за счет убирания вот этих рамок. Ну, и сейчас все покажу. Включаю. С момента покупки я его еще не разрядил, поэтому я его и не заряжаю. Но зарядка идет. Все с этим нормально. Также я заказал на него обязательно защитный чехол плюс защиту на дисплей. Гидргель называется. Что-то новое. Вот протестим, посмотрим, что к чему. Вот, видите, да? То есть, у Xiaomi Redmi Note 5 здесь вот идет такая рамочка небольшая. То есть, не рамка, а вот просто дисплей, он так вот заужен. С этой стороны тоже. Здесь же, то есть, минимум вот этих вот границ, вот этих полей. Все остальное это огромный большой дисплей. Камера. Нормальная такая. Чтобы выйти в режим 48, нажимаем настройки и 48 мегапикселей. Ну, вроде почетче. Не знаю. Я потом... Погода будет ясная. Я уже начну снимать на этот смартфон. И, господа, сегодняшний ролик это последний ролик, который я снимаю на вот тот смартфон пятерку. Далее, все будет идти с этого смартфона. Фотографии, видосики. Блин, да вот просто все. Просто мечта такая. Так, и пока я не забыл, зайдем в параметры. Значит, о телефоне. Redmi. Redmi Note 7. Версия Android 9. Последнее обновление системы безопасности. 5 августа 2019 года. Версия MIUI Global 10.3.6.1. Или 6? Не понимаю, что это. Так, ладно. Процессор. 8 ядер. Оперативка. 4 гигабайта. Внутренняя память. 64 гигабайта. Блин, это просто лайк. За такую цену 12 тысяч рублей. 64 гига. Блин, классно. Хотя 32 гигов мне хватало и здесь. То есть, видосик обычно занимает... Да, 7 гигов. 8. Но... Чем больше, тем лучше. Ну и, собственно, вот все. Шустрый. Смотрите, да, вообще классно. Не тормозит, ничего не ключит. Значит, фото. Сейчас я вот фронталочку покажу. Оуу, это я тут такой невыспавшийся. Привет, привет. Вот видите, да, вверху там пятерочка снимает. Так, видосик. Фронталочка. Ну, тут свет засвечивает. В принципе, нормально. Так, выходим, вот, видно вам, не видно. Далее, китайцы сделали продвинутое меню по фото, как бы камере, по видеокамере, да, вот здесь вот есть видеоклип, видео, фото, портрет, ночь, квадрат, это все было на том смартфоне. Панорама, и сюда они впихнули вкладочку профи, то есть, теперь не нужно покупать дорогую аппаратуру. Продвинутый фотоаппарат, у вас все есть в смартфоне, баланс белого, вот настроечки, да, фокус, тут вот тоже какие-то отделения есть, выдержка, вот, так вот выглядит. ISO до 3200, и все. Ну, я думаю, если разобраться в этих параметрах и настройках, можно делать замечательный контент, отличные фотографии и не менее отличные видеоролики. Все, выходим отсюда. Что еще вам по нему сказать? Да, собственно, не знаю, вот, все тут, яркость максимум, да, вот смотрите, отличная яркость. В галерее пока ничего нету, карту памяти я не буду сюда ставить, я сюда поставлю две симки, рабочую и симку для интернета. И все. Остальные все значки, все, то, что было там. Диктофон, значит, появились две игрушки. Так, тикток какой-то, что-то новое. Напишите в комментариях, что такое тикток. Тут вот я видел одного блогера, но так и не разобрался, так и не понял. Так, давайте, значит, одеваем бампер. Бампер, бампер, как в литой, здесь. Вот даже с трудом запихиваться, но лежит, смартфон в нем просто идеально, просто няшка. Единственное, господа, когда купите данный смартфон, обязательно купите на него чехол. То есть не силиконовым вот этим пользоваться, но вот на том смартфоне, вот там вот, который снимают. Все идеально, проблем нет. Здесь вас ждет неприятный сюрприз. Хотя, я смотрел ролики, поцарапать вот эту линзу очень сложно, она из какого-то каленого стекла. Но, смотрите, вот этот фактор с камерой выступает буквально на 0,5 и x десятых из этого чехла силиконового. То есть, когда вы засунете смартфон в карман брюк, теоретически вы поцарапаете линзу. Вот это вот, как бы минус. Это единственный минус из этой серии. То, что нужен обязательно на чехол. Обязательно. Я заказал тот, в котором эта камера полностью будет утоплена внутрь. Вот это единственное. А так, в обычных условиях, можете положить его вот так вот. Дисплеем вниз, прямо на стол. И вот эти вот, опять-таки, микро-дюймы, да, выпирающие вот этого силиконового чехла, они защитят ваш смартфон, ваш рабочий стол, так сказать, да, от царапин. Но вот эта вот, выпирающая камера, это просто огромнейший минус в этой марке смартфона. А так, в целом, всё идеально. Гнездо зарядки находится снизу. Здесь два динамика идёт, в пятёрке всего лишь один. Так, при подключении зарядки, значок вот этот, лампочка, да, зажигается внизу вот здесь, на пятёрке вот здесь. Ну и, собственно, вот так, наушники. Наконец-то они сделали наушники сверху, на пятёрке снизу вот здесь. То есть, это плюс вам, китайцы. И также есть сенсор, да, вот этот вот. Пульт, так сказать, телефон, это ваш универсальный пульт. Можете управлять телевизором, блин, там, вентилятором, да, вот так вот. В целом, покупкой я очень сильно доволен. Будем тестировать. У нас впереди очень много съёмок. Также зима. Посмотрим, как он зимой справляется. 4000 аккумулятор часов. Весна, лето, осень. У нас будут каждодневные, ну, или, как по возможности, съёмочки на этот аппарат. Видосики, фоточки. Всё, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Не знаю, сколько я там наговорил, потом посмотрю. Обязательно, друзья. У меня к вам большая просьба. Просто огромнейшая просьба. Я, наверное, отдельно сниму видосик по этой теме. Друзья, 92% просмотров моего контента идут без подписки. Вот просто вот, да, вот вы где-то там увидели в рекомендациях, посмотрели, ага, всё отлично. Просмотры идут. Просмотров на канале 20 тысяч. Уже 120. Вот. А подписчиков пока лишь 284 человека. Что, как бы, хорошо, но грустно. То есть, народ, да, вот вы смотрите, но не подписываетесь. Для меня это мотивация. Как бы, да, вот я зашёл на канал рано утром, посмотрел, ага, у меня там плюс 10 подписчиков. Значит, я делаю то, что вам нравится. Блин, вам не нравится мой контент? Вот. Напишите в комментариях. Да, не нравится. Я буду что-то искать другое. Но, друзья, подпишитесь, это недолго. Нажать на кнопочку подписаться и при желании поставить колокольчик, чтобы видеть видосики первыми. Подпишись, и тебе просто, и мне приятно. Вот. Поставьте перед собой такую вот цель в этой компьютерной жизни. Собственно, по просьбам это всё. Значит, если вам понравился обзор данного аппарата, именно Xiaomi Redmi Note 7, ставь пальцы вверху. Пиши комментарии. Все комментарии читаю, на все отвечаю. Подписывайся на канал, пожалуйста. Ставь лайки. И всем удачи. Всем пока-пока.